Самая спортивная и, пожалуй, самая сексуальная девушка британской поп-сцены посетила на этой неделе Москву. К невероятному восторгу многочисленной армии российских фанатов в столицу на три дня прибыла сама Джерри Халеву. Правда, петь для фанатов Джерри не собиралась. В её планы входило выполнение туристической программы по достопримечательностям города, присутствие на открытии известного бутика, выступление на закрытой вечеринке в государственном Кремлёвском дворце и посещение офиса MTV. Итак, в ходе своего визита на MTV Джерри появилась в прямом эфире Каприза, снялась в программе «Любимые клипы» и дала специальное интервью для программы «Ньюсблог Уик». Какова цель твоего визита в Москву? Ведь, насколько мне известно, у тебя здесь не был запланирован концерт. Если честно, я всегда хотела приехать в Россию с того самого момента, когда посмотрела «Доктора Живаго». Ты понимаешь, о чём я? Конечно. Этот фильм очень нравится моей маме, и я сама недавно его ещё раз посмотрела. Помню, я была в Лос-Анджелесе, когда раздался телефонный звонок, и мне предложили принять участие в этой вечеринке. Я подумала, раз уж в идеале я стремлюсь к как можно большему количеству выступлений, то это отличный повод приехать в вашу страну, встретиться с моими фанатами и принять участие в телевизионных передачах, а также лично поблагодарить всех русских поклонников моего творчества. В последнее время ты живёшь в Штатах. Почему? Здесь там можно здорово оторваться. В средствах массовой информации, которые всегда, как известно, обнародуют только самую достоверную информацию, постоянно появляются материалы у тебя и твоих звёздных знакомых. Расскажи о своих друзьях, знаменитостях. Естественно, то, что у меня много друзей среди знаменитостей, так как я завожу их в той среде, в которой общаюсь и работаю. Я, например, очень хорошо знакома с Робби Уильямсом. Недавно встретила его в Лос-Анджелесе, где мы с ним практически соседи. Также я дружу с Джорджем Майклом. Одним словом, у меня много друзей из этой среды, потому что у меня с этими людьми действительно много общего, и кто лучше них может понять, что я чувствую. Как-то прошёл слух, что ты не в ладах с Джорджем Майклом. Что произошло? Нет, у нас всё с ним в порядке. Значит, всё хорошо? Да. Значит, газеты иногда ошибаются? Да, придумывают много лишнего. Мои коллеги из Лондона просили задать тебе такой вопрос. Кто будет принимать участие в шоу по поводу десятилетия Спайс Геллс? Какое ещё десятилетие? Ну, все же говорят о нём. Группе Спайс Геллс 10 лет. Десятилетие? О чём ты? Ну, будет какое-нибудь шоу, посвящённое этому событию? Я не понимаю, о чём ты. Британская пресса так пишет. Я ничего об этом не знаю. Не знаю. Нет. Значит, этот вопрос останется без ответа. Но нам нет ещё десяти лет. Ну, мне так сказали. Десять лет? Ну, значит, меня дезинформировали. Какое может быть сейчас десятилетие? Это будет в 2004 году. А, в 2004. Через два года. О, боже. Что, разве нет? Нам исполнится десять лет. Ты меня спрашиваешь? Нет, ну правда. Ну, я переспрошу потом. Этого не может быть? Вон Аби вышла в 96-м. Я переспрошу тех, кто мне это сообщил. Окей. Переспрошу сегодня же. Хорошо. А что бы ты сделал, если бы был на моём месте? Присоединился бы к ним. Выступил бы? Думаю, да. Хотя мне трудно представить себя на одной сцене со Спайс Голос. Да, почему бы тебе не выступить? Почему бы и нет? Ты обязательно должна выйти на сцену. Во всяком случае, я так думаю. Не знаю. Меня ведь не приглашали. Ты должна присоединиться к остальным девушкам. Но меня не приглашали. Ты хочешь, чтобы тебя пригласили? Я же не могу ворваться туда и сказать привет. Не ждали? Зачем ждать приглашения? Просто присоединяйся к ним и всё. Думаю, я появлюсь на том шоу. Уверена, они возражать не будут.